Удивительный президент сейчас в Украине. Долго ждать не нужно. Каждый день, каждый божий день приходят все новые и новые новости, от которых в лучшем случае можно пожать плечами. На этот раз во время посещения Николаевского судостроительного завода Зеленский в разговоре с Москаленко, которая раньше критиковала его за то, что он ведет себя как малорос, то есть плохо говорит по-украински и как бы вполне себе допускает какое-то влияние России на Украину. В этом разговоре президент Украины говорит следующее. Придется вам как-то выживать со мной, с малоросом. Ну как-то так, говорит Зеленский, на что Москаленко ему ответила. Я думаю, что вы докажете нам, что вы не являетесь малоросом и тогда мы будем с вами сотрудничать. И что же ответил президент Украины? Он предложил главе Николаевского облсовета доказать, что она украинка. Вот такая история. То есть президент Украины вполне себе допускает для себя обозначение малорос. Ну то есть это значит маленький русский, такой не вполне сформированный русский или такой какой-то особого рода русский. Ну это русские с окраины. Там вот где окраина у русских была, вот там у них какие-то русские. И они вполне себе готовы называть себя малыми русскими. Само слово малорос подразумевает то, что есть еще великорос. Да, вот небольшой рос, а даже великорос. Это какого-то особого сорта русы. А вот там на окраине, там такие малые русы. Ну вот, наверное, такие метр пятьдесят, как сам Зеленский. Президент Украины. Это просто не поддается никакому пониманию. Этот человек, я еще раз повторяю, не любит эту страну. Он презирает украинцев. Он ненавидит этот язык. Он вынужден говорить на украинском, но с удовольствием бы от него отказался и готов назвать себя как угодно. Но только к Украине он принадлежать не хочет. Это не его страна. Все, что произошло после Майдана, все то, что называется строительством украинского государства, ему все эти идеи далеки. Президент страны должен был не только остановить ее, поправить и сказать, вы что такое говорите, какой я вам малорос или белорос или еще кто-то. Я украинец. Я горжусь этим. Я гражданин Украины. Я президент страны Украины. И здесь живут украинцы. Не важно, какие они там этнические, евреи, русские и так далее. Вот что должен был ответить президент. А он ответил так. Среди вашего окружения, которое вас сопровождает, есть люди, которые во время... Виктория Маскаленко, глава воссовета, Александр Демчук. Я не знаю. Игорь Воронченко. Они вас... Были вашими оппонентами во время... Покажите. Где? Виктория Маскаленко. А, ну... Они были вашими оппонентами во время предвыборной кампании. Да. Не ждали какие-то намерения вам об увольнении или, возможно, о каких-то ваших критиках? Не, ну смотрите, я вообще критики нормальные отношусь. Я живой человек. Я сам критиковал. Поэтому я считаю, что это нормально. Но я не знаю, Виктория, я не знаю, кто это такая. Виктория со мной сегодня познакомилась. Первый день. Головам оказались. Да. Ну... Головное, знаете, что? Головное, чтобы вы довели... Я с 13-го року была против Януковича Рожевих. Молодец. Молодец. Потому что Януковича уже нет. Сейчас мы говорим про меня, про Малоросу. Так вот, давайте с вами договорим, что это ваша задача, довести, что вы украинка. Так, я украинка. А за меня народ, пока что выбрал народ Украины. Я тоже выбрана народом, поэтому давайте сегодня не переходим на эту позицию. Как сказать про меня, про Малоросу, про меня, про Малоросу, про меня, про Малоросу.